Познакомиться с новинками кубанской продукции решили десятки представителей сочинских здравниц и торговых сетей. Те, кто пришел сегодня на выставку дегустацию, отметили, сельхозпредприятия нашего края развиваются достаточно динамично. На их модернизацию за последние 4 года вложено порядка 63 миллиардов рублей. Это дало возможность обновить ассортимент. Сегодня в целом предприятия выпускают порядка 4,5 тысячи наименований продукции. То есть это очень большой ассортимент. Сегодня расширилась упаковка, дизайн продукции, качество. Благодаря тому, что мы проводим встречи, где встречаются потребители продукции, производители и предприятия переработки прислушиваются к мнению покупателя. Сельхозпроизводители настроены на долгосрочное сотрудничество. Здесь проводились деловые встречи и переговоры с представителями здравниц. Сейчас рынок сбыта достаточно большой. Туристов в Сочи много, как и желание кубанских производителей кормить курортников своей продукцией. Им нужно помочь, потому что у них нет здесь представительства. Их нужно сподвинуть, в общем, наше оптовое звено, в общем, с производителем, чтобы замкнуть это все на контрактной основе, чтобы это все появилось на полке. Конечно, тот продукт, который показал себя, он достойно представлен здесь и здесь в городе. Но это не конец. Мы повидим, что за последние два года продукция, ассортимент продукции на Кубани очень сильно расширился. Только здесь, на выставке инфотура, было представлено свыше двух тысяч наименований. Мясная, колбасная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, овощи, соки – самые разнообразные. Посетители отметили не только качество самих продуктов, но и то, как качественно их научились представлять покупателю. Ну, во-первых, очень интересно посмотреть, что у нас предлагают по краю. И я смотрю, здесь очень много людей. Молодцы, что все пришли. В прошлом году по итогам инфотура в Сочи было заключено 117 договоров. Как сегодня поработали производители и потребители, сочинцы смогут оценить по заполненным кубанским товарам полкам магазинов уже в ближайшее время.